здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы будем говорить не просто с учителем и его учениками а с людьми которые мне кажется имеют уже более высокое звание потому что речь пойдет об участии и о победе заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников я рад приветствовать нашей студии алексея алексеевича воронова учителя технологии гимназии номер 16 интерес а также в первой часть нас будет два победителя это софья гостева в первой части тоже ученица гимназии номер 16 интерес победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии и вот две номинации которые сегодня мы о них поговорим софи по делам номинации довольно с длинным названием но любопытным культура дома и декоративно прикладного творчества правильно я все сказал здравствуйте ну во первых это прям в форме гимназии да а почему интерес кто придумывает название лик ну на самом деле название интерес это название как раз наверное для учебного заведения такое очень хорошее почему потому что интерес это то что должно движить учениками во время образовательного процесса но правильно тем более к свете слова технологии сразу движение движитель двигатель тут много разных названий вот скажите технология самого вот этого учебного процесса привела вас к тому что у вас сегодня здесь на телевидении сразу два человека которые стали не просто участниками олимпиады еще и победили как мы выяснили тут в кулуарах до начала нашей программы что софи еще как-то давно не было у нас таких победителей рассказывайте как даже софи у нас в этом году за последние восемь лет стала от московской области единственным победителем за восемь лет в номинации культура дома и декоративно прикладное творчество заказами обращаться если это достаточно серьезный результат которому мы как гимназии интерес как люберецкий городской округ и как даже московской область шли достаточно давно вот почему потому что призеры были от московской области а победителей к сожалению нет и вот софия как это золотое имя тебя вписано золотое имя которая смогла смогла прорвать вот эту вот блокаду отсутствие победителей здорово здорово софия скажите мне пожалуйста я так правильно понимаю дизайнер да как вот школа олимпиады и друг дизайнер как-то все это вообще для меня понятие технологию в школе знаете я еще в то время был когда и слова такого никто не знал уроки труда у нас были труды я помню труды старые станки шушу какой там сейчас технологии меняются и хочется упомянуть о том что это олимпиада включает себе несколько туров где ученики могут проявить свои способности это теоретический тур все ваши знания проверяются практические тормы выбираем практику по направлению который нам больше нравится которая больше получается у меня например это была лазерная резко на чипу станке а про и и заключительные туры это защита проекта и как раз по моему направлению я подготовила разработку концепции рестопаба платформа какой платформа платформа это заведение рестопаб я сделала полностью интерактивный макет где трудно ассоциируется рестопаб и ученица как-то сложно складывается дизайн дизайн полностью дизайн и полностью разработанная концепция и конечно могу развиваться в этом направлении как и упоминали ранее могу принимать уже заказ я так понимаю что наверно ну вам это во первых нравится тут редкий наверно случай когда не просто чекает на олимпиаду ну потому что не хорошо с математикой да или его послали на олимпиаду что хорошо с математикой он мучительно пытается либо себе либо учителям и родителям этот оказать а здесь несколько другое дело и вот тут вопрос алексею алексеевичу а как вообще вот технология появилась учитель технологии гимназии номер 16 интерес чему вы учите лазерной резки не только на самом деле ну я много где выступаю и очень много спрашивают до последний раз вот в девятнадцатом году когда мы брали интервью на 360 телеги тоже сидела девочка и спрашивал да как вот мы шили там фартуки ребята делали табурет больше варили кстати больше варили на салаты делают вот все постепенно уходит 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 и сейчас востребованы современные технологии цифровые технологии технологии числовым программным управлением собственно говоря вышедший в гос новый он как раз и говорит об этом в предмет технологии добавилось четыре модуля это инженерная графика и черчения это 3d моделирование и 3d печать это робототехника и система автоматики автоматизации то есть даже это говорит о том что технологии это давным-давно уже не труды ну да но звучит это все равно такими даже вот то что сейчас софья говорила уже таким способом высшего образования до робототехника до лазерной резкой тогда и даже слова где вот здесь написано культура дома до что-то как-то глобально звучит правильно понимаю что благодаря вот этой переходу в это новое состояние приближенного к тому что действительно нужно ребятам который может уже сразу после окончания школы или даже во время этой самой школы уже до заниматься любимым делом добиваться успехов что такой переворот небольшой безусловно но нельзя сказать что это переворот это долгий такой упорный путь прохождение через различные инстанции продавлены через систему образования и вот в итоге мы получаем то что сейчас получаем что важно в этом во всем на важно то что в технологии я считаю мы мы сейчас вот начинаем работать даже не на сегодняшний а на завтрашний день то есть те знания которые мы даем в гимназии номер 16 интерес не только по технологии по различным предметам они как я считаю будут важны и нужны детям не даже не только сейчас а когда они закончат школу поступит в университет закончат университет и вот тогда там за вот эти вот 7-10 лет это все более будет развиваться и они будут владеть навыками того что в будущем там через те же 10-15 лет будет востребовано в том числе ими речь идет о такой глобальной универсализации до человека который пути раньше обязательно каждая работа имела свое название сегодня этот может целый такой лангрин бы да из своих возможностей профессиональных подходов софи опять же к вам девушка все равно не могу отставить до женщина будущий двигатель или как говорите движитель лазерной резки и так далее олимпиада как 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 вообще выбрали потому что опять же мы привыкли что олимпиады бывает по математике даже по физической культуре бывают олимпиады вдруг вот вот таким интересным много было с вами коллег но это вообще был сложный путь выбора именно это олимпиады потому что в прошлом году я участвовала аж в четырех направлениях олимпиады биологии к логике литература и технология чтобы получше подойти к культуре дома и вообще я сдаю егэ в этом году по биологии химии собиралась медицинский институт поэтому я смотрю прорезает глазами на этом настаивали родители всегда душа горела другим и тут алексей алексеевич он заметил он увидел искорку это и стал ее активно развивать потому что в прошлом году мне совсем немного не хватило до заключительного этапа в десятом классе и на регионе я осталась победителем а тут рванула рванула а что делали что было представлено и как алексей алексеевич вы выстраивали работу все таки это же ну правда не математика на самом деле как сказать мы занимаемся олимпиады по технологии давно с четырнадцатого года с 16 года вывозим практически каждый год детей на заключительный этап в этом году у нас такая кругленькая цифра уже образовалась у меня 16 победителей призеров заключительного этапа на вот за последние года шестнадцатикратные уже знаете как раньше называют нам 16 и самые первые самые главные знаете что пока как в боксе там же перечисляют победы про пока без поражений то есть не не было такого года чтобы я вывозил на заключительный этап ребенка и он установил с призером а от чего начинаете вот как сказала сейчас софи то есть это выбор вот и приходит к вам во первых ребята же они же все разные девчонки ребята как вы видите что вот попробуем с тобой резко с тобой будем заниматься там не знаю паять чуни на самом деле вовсе нет так вот в этом году в прошлом году произошло с девчонками потому что ну с девчонками все-таки в большей мере работает мои коллеги вот а мальчишек я отбираю вот отсылаю через сито с 5 класса то есть 5 класса какое-то тестирование какие-то интересы у кого есть какие-то интересы значит начинаем развивать тему рекомендуем кружки рекомендуем какие-то занятия там по робототехнике и вот когда ребенок начинает вплотную этим заниматься получает какую-то базовую информацию уже после этого мы его подхватываем и начинаем готовить 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 но у нас будет с вами возможность прямо на примере нашего второго третьего вернее гости а максима во второй части программы к с мужскую так сказать составляющего нам более подробно рассказать а вот кстати тоже такой немаловажный вопрос возвращаясь тем же знаменитым трудом вот все-таки женской женские технологии они же тоже сегодня имеют огромный спрос это не только вот до культура дома декорации даже в рекламе в каких-то многих рекламах то элементы этих технологичных про то ну до модельера там или так далее да или инсталляции каких-то я уж не говорю про художников неожиданных сегодня же пока еще все можно вот это же немножко все таки сложнее наверное девчонкам вот правильно подсказать это технологически я к чему веду кто эти люди которые вместе с вами готовят будущих победителей олимпиад на самом деле тут нужно сказать что людей очень много на самом деле а вклад вот в то количество победителей призеров которые я назвал очень и очень большой и много у кого конечно же это мои коллеги галина олеговна семакина учитель технологии и московских елена владимировна киселев олег анатольевич вот не могу не сказать слова благодарности директору гимназии номер 16 интерес снегиреву ирине валерью почему потому что именно с ее помощью мы создали в гимназии а наверное лучшее в московской области мастерские он не побоюсь это услуга это так софи докажите словами почему хочется туда приходить конечно каждый кто заходит нашу мастерскую удивляется количество 3d принтеров вообще наличие чпу станка с лазерной резкой название многим нужно сразу переводить да ну и в принципе те проекты которые стоят в этой мастерской они правда поражают вот у макса храма который есть питере исаакиевский собор там у других ребят марсоходы у одного мальчика он как раз учится в седьмом классе она уже стал победителем всероссийской олимпиады школьников за девятый класс у него есть голосовое робота с голосовым помощником то есть ты говоришь ему дай мне пожалуйста отвертку семён он выдвигает ящик и вы спокойно можете взять него от еще он даже дальше продвинулся честь чем всем известная а да да понятно софия у нас к сожалению первая часть заканчивается мы сейчас с вами расстанемся но на какое-то время после до следующей только олимпиада уже может быть в жизни мы там на будем потом смотреть а вот на нас была в программе суперзвезда алексей алексей что же с нами останется у меня последний вопрос к вам вот все таки мы сейчас перед таким выбором стоите когда многое хочется многое так понимаю получается благодаря тому коллективу который с вами и все же можно ли человек совмещать в себе вот желание быть где-то в сторону медицинского направления или в сторону скажем вот все таки декорация декорация это хоть и профессия такая серьезная как искусство какое-то вам нравятся эти цветочки а мне не нравится например но уже бы такой да но с каждым годом было все сложнее совмещать много специальностей и сейчас уже правда предстоит переданный выбор конкретная специальность то есть куда я пойду вуз направления и пока я еще определяюсь сейчас с этой олимпиады открылось очень много возможностей и поступление без ты баллы испытаний без егэ и буду определяться пока еще на распутье нужно нужно сказать про возможности на самом деле все таки олимпиада и диплом призера победителя заключительного этапа дал возможность софи бесплатно без экзаменационного поступления в огромное количество без нервов да а в огромное количество вузов причем среди них флагманы российского высшего образования такие как бауманка да какие как со санкт-петербургский университет промышленных технологий и дизайна на руден да то есть как бы в общем давайте поступайте правда это очень интересный период вот и бывает когда хочешь и не можешь а тут как бы пожалуйста еще и выбор есть очень сложно спасибо вам большое софи гостевой ученица гимназии номер 16 интерес победительница заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии в номинации культура дома и декоративно прикладное творчество мы с вами прощаемся желаем вам удачи хорошего поступления с алексеем алексеевичем мы не прощаемся и через некоторое время продолжим напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях алексей алексеевич воронов учитель технологии гимназии номер 16 который называется интерес и в первой часть нас было софи гостева во второй максим бормашов победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии он в номинации победил техника технологии техническое творчество все верно можно я николай подправлю до дважды абсолютный победитель и еще один раз призеров для вас важны абсолютный победитель еще призер с ума можно сойти то есть может быть сразу и вуз уже ему засчитать я думаю что даже почти вы по крайней мере поступление уже точно есть а куда собираетесь полом году имени баумана так на кого пока что еще не до конца определился но планирую на ракетостроение но сейчас как бы это важно такой момент а мы с вами то коллеги потому что я тоже ракетами занимался когда на физтехе учился так что желаю вам удачи но начнем сразу же с того же самого момента алексей алексеевич вы говорили вы же в основном работаете с парнями а так понимаю ваше направление и тут как бы по технологии ну как бы все понятно машинки самолеты ракеты ракеты вот но насколько я понимаю максим на этот раз неожиданным таким для меня например зашел проектом технологии связанным с исаакиевским собором да на самом деле нет то есть как бы это было продолжение его проекта как раз вот в восьмом классе к сожалению он всего трехкратный потому что четвертым на двадцатом году заключительного этапа не было хотя он был бы там он был победителем регионального этапа и вышел бы в девятом классе на заключительный но заключительный к сожалению отменили вот и вот эта идея идея изготовить серию проектов началась нашего люберец кого храм при преображении господня который мы делали и с отцом вячеславом обсуждали и архитектору показывали который строил наш храм то есть у нас довольно таки плодотворное сотрудничество было и у нас даже было письмо которое приход за подписью отца вячеслава отдал максимум для вот именно того чтобы показать свое отношение к его макету вот а макет исаакиевский собор родился уже как раз наверное в том же девятнадцатом году заключительный этап проходил сад петербурге их возили на экскурсию да да и мы так подумали а почему бы не сделать более что исаакиевский собор необычный по многим параметрам никогда не был действующим скажем так храмом сюда был музейным таким во первых вторых монферран и совершенно такой он как-то связывает себе сразу несколько культур и очень необычно в плане и архитектурной значимости вообще он был множеством для россии раньше на крышу туда ходили она был да и почему захотелось вам лично захотел да и надо понимать что праздник еще раз находил в следующем году олимпиада опять должна была проходить в санкт-петербурге и было бы очень символично если мы приехал в этот город чтобы я представил макет именно местного храма а почему макет храма не макет я не знаю знаю не знаю чего-нибудь другого дома какого-то торгового центра стадиона почему все-таки культурная архитектурная значимость потому что хоть номинация называется техник технологии техническое творчество все-таки именно творчество творчество в любом виде она там главенствующие так или иначе а что в было вашей технологии главная задача максимально точно повторить с помощью того инструментария и того материала который у вас есть повторить реальный существующие реально существующую постройку скажем это одна из задач но она все-таки не главное потому что основной идеей была популяризация пропильной резьбы на охоте и далеко от архитектуры но именно в это был упор самого проекта потому что готовое изделие я украшал уже пропильной резьбой и что это за резьба только только школьники знают что это такое что мы не знаем это буквально культурное наследие нашей страны и нашего народа то есть в любых наверное старых избах вы найдете на фасадах на окнах всегда раньше украшалась пропильной резьбой просто раньше это было очень трудозатратно наличники вы имеете ввиду а так вы так и скажите тогда тогда все пропильная резьба просто я выполнял ее и лазерного оборудования и лазерное оборудование то есть все станки с чпу современные технологии не дали но дали новый толчок к развитию этой отрасли то есть дали новую возможность фактически возродили этот вид художественной обработки но я так понимаю что туда алексей алексеевич на на вопрос что как бы вот тренируясь вот такой может быть не очень олимпийское слово но тем не менее тренируясь на таких ансамблях скажем да можно же создать и что-то свое да когда ты берешь поработал с тем с тем с тем с тем мы здесь себе ставят задачу например построить тот же самый храм новый который должен вот я сейчас приехал на фестивале прямо участия там рыбинске росла вот им огромное количество храмов мы посвятить они все разные они в этом прелесть но тем не менее их что-то всех объединяет я понимаю что потом человек может сам спроектировать безусловно конечно мало того что ну конечно проектировать храма максим не пробовал но у него очень хорошо получается проектировать другие изделия то есть какие-то коробки шкатулки и на самом деле и его практика вот уже третий год на заключительном этапе оценивается лучше всех просто член жюри заключительный этап не верит что это может сделать ребенок ученик школы да еще за столь ограниченное время за три часа это нужно подготовить макет отрисовать эскиз перегнать его через программу для превращения в управляющий станком лазерный код и соответственно подобрать материал вырезать и собрать это все то есть настолько сложные работы выставляют максим что ну как бы приятно слышать когда алексей алексеевич как вы преподаватель максим а это же терпение а тогда получилась как вы сдерживали то есть национально вот иногда а то над одно неточное движение и все и полетела вся конструкция да тоже то есть эмоциональная подготовка она очень важна в этом плане потому что бывает что именно из-за этого тот самый большие ошибки наверное это мне вот больше всего помешало еще и в девятнадцатом году взять придера и быть ой взять победителя взять быть все-таки победителем я расскажу нас впереди еще много всевозможных возможностей всевозможных возможностей даже тут подходит как раз этот повтор для того чтобы доказать что вы техник и технолог и технический творец потому что одно дело с чего-то считывать а другое дело самому придумать если вам сейчас поставили задачу сказали выбирай любое здание любую конструкцию будет тебе грант чтобы вы построили 0 и разработали скажем так архитектурную к я уже недавно интересовался тем чтобы продолжить эту серию а и собирался создать макету храма в городе сочи а если бы например не храма какой-то вот постройку для города я все как-то пробуду вы будете потом когда мы уже будем старенький вы будете строить что-то тех технологические какие-то разработки будут до прошлый год в прошлом году я увлекся этой темой именно социальной значимости как вы знаете у нас в городе люберц планируется реконструкция октябрьского проспекта она у как бы и долги руется до построить эстакаду уже это работа ведутся и когда только эта идея появилась когда были только планы этой реконструкции я тоже делал проект я делал макет города при этом предлагая альтернативный вариант этой реконструкции который больше вы устроил местных жителей которые живут непосредственно рядом с октябрьским проспектом видите как зоро но тут наверное самое время вспомнить что вот благодаря тому что ребята участвуют в олимпиаде а это значит что работает и отдел образования и за этим все внимательно следят я так понимаю что даже есть доступ к нашим и депутатам и администрации вот насколько вам помогают со стороны потому что тоже тоже такой важный момент коли у нас такие талантливые дети безусловно да николай владимир петрович ружицкий ему за это огромная благодарность всегда значит ну и в особенно в последнее время к нашему предмету относится с трепетом за что ему отдельная отдельная благодарность сейчас когда значит гимназия номер 16 интерес стала флагманского флагманом в люберецком городском округе соответственно под руководством владимир петровича функционирует попечительский совет который всячески помогает нам и вот пока мы были на заключительном этапе в татарстане в казани он проходил нам привезли новые подарки ленточную пилу и швейную вышивальную машину числовым программным управлением то есть теперь можно и одежда да теперь можно не только тем более сейчас это важно такой варежу свое что надо теперь делает это правильно кстати в казани это там очень много интересных построек перед чемпионатами я там просто уже был почти 5 мира там и стадион и площадка построена но собственно говоря виды и мечети цель то есть город разных религиозных соединений максим меня еще такой вопрос у вас висит значок gto то есть у максима еще хватает сил еще и спортом за элита нас заставили а что лисе лисе и заставили виде беги в gto спортом занимаюсь уже давно каким вообще или какие-то конкурс вообще прыгаю из спорта спорт сейчас вроде бы остановился на атлетике на тяжелый начали на улице знали мы одного академика который к сожалению уже шел из жизни который тяжело ты там был и при этом ученым был вот это очень интересно то есть многие обычно говорят ну вот они в олимпиадах участвуют и на улицу нельзя пойти погулять с друзьями из домашними некогда поговорить вы все успеваете наверно все таки все успеваю да друзья есть конечно да понятно они все в олимпиаде все олимпийские друзья вот вы сейчас собираетесь поступать то есть насколько могут с алексею алексеевичем выяснили что вас в общем-то двери все открыты какая глоба глобальная задача вы ставите вы хотите быть скажем так практикам или теоретика больше практикам практикам то есть конечно хотелось бы в сфере ракет строения добиться каких-то результатов чтобы быть причастным уже каким-то глобальным разработкам скажите пожалуйста кого вы сами хотели поблагодарить за то что вы такой замечательный конечно хочется поблагодарить весь тот педагогический состав который весь путь с нами прошел отдельные слова благодарности конечно хочет сказать директору нашей школе ирине валерьевне потому что в том каких успехов достигла команда нашей гимназии и на ватана в этом большая заслуга ну а нам остается пожелать вам глобальных успехов уже в космическом пространстве да алексей алексеевич а вам сказать огромное спасибо за то что вы готовите таких замечательных кажется вы сами получаете от этого удовольствие огромное спасибо большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания